Обида Ответа на этот вопрос Это духовное значение обиды Психологическое значение обиды У меня есть интересный научный ответ Что такое обида И я вам сегодня расскажу Именно этот научный ответ Потому что вы не найдете его Нигде ни в интернете В научных кругах вы могли бы его найти Я именно там его и получил Получил примерно в 1989-90-х годах Поскольку в то время был В высшем совете Союза инженерных обществ Который возглавлял тогда Академик Казначеев И руководил всем в этом обществе Профессор Волченко Владимир Никитич Его статьи сейчас имеются И это общество изучало не официальную науку А ту науку, которая вне официальных кругов Или в официальной науке Но находится не под финансированием А только как предложение каких-то ученых Вот такой союз был объявлен Причем он был уполномочен Искать такие направления Среди людей Среди необычных людей Можно так сказать Например, у него была задача В 1990 году Распределить 4 миллиарда рублей На эти исследования Указав, что вот эти направления интересные Вот эти перспективные В этих вообще прямо сейчас Можно что-то уже извлечь Для государства К большому сожалению В годы, когда Можно так сказать Американцы начали править Нашим государством Нашей наукой и всем остальным Какая-то часть этих материалов Была потеряна, как я понимаю Или передана на Запад Или еще куда Но по крайней мере Союз этот потерпел Очень такой серьезный разгром Ученых очень сильно потрепали В том числе и Геннадия Николаевича Дульнева И Волченко потрепали Объявив, что они чем-то занимались Не настоящим Но я-то точно знаю Что тогда занимались настоящим Но рассказывать нельзя было Чем занимались Мы все подписали Так называемую секретку На 25 лет Там секретка Те, кто знает 3С Причем не областного Или еще какого-то уровня А именно федерального уровня Поэтому я, конечно, остерегался И остерегаюсь еще Трогать некоторые темы Которые там были Но тогда был договор Что если тема появляется В общественном пространстве То ее можно трогать Можно разговаривать Для того, чтобы в нее Вовлечь каких-то других людей Которые, заинтересовавшись Не обязательно в научных кругах Но могут в нее Принести что-то новенькое Что-то новенькое И поэтому, когда я сейчас вам Да, кстати, у меня было Недоразумение Вот с этой деятельностью В Союзе научных Инженерных обществ Поскольку я там был В член Совета Моя задача была Тоже собирать Вот таких необычных людей И для того, чтобы собирать Надо было ездить С лекциями В которых показывать Кое-какие эффекты Того, что мы изучали И когда вдруг Ко мне прицепились В епархии То первое, что они вспомнили Что я занимался экстрасенсорикой Я им попытался объяснить Что это все в рамках науки И нужно было для науки И так далее Там подобное Но объяснить хорошенько Не имел права Потому что договор мой Заканчивался в 1915 году Когда я мог уже что-то Из того, что изучал Рассказать Так вот тогда епархия привлекла Даже полковника определенных служб Который разговаривал со мной Чтобы разобраться Чем я занимался А я и полковнику нашего уровня Ивановского уровня Не мог ничего рассказывать И оказалось, что Они делали запрос А им ответили Не ваше дело Не суйтесь Что он знает, то он знает Но тем не менее Ну что, епархия Выключила эту часть Которая основная была Как обвинительная Меня Из состава обвинения И у меня В состав обвинения Вошло только одно Нанес обиду епископу Обиду епископу Вот у меня почему Такой интерес К этой обиде И это совсем удивительно Потому что Одно из главных Можно так сказать Совершенств Духовного человека Это Непринятие обиды То есть Ну нельзя ни на что Обижаться И если обиделся Епископ То Я уж извиняюсь Какой же ты епископ Если ты Обижаться можешь И тебя за это Еще и преследовать Можешь Священника за это Ну Не в этом дело Мы с вами конкретно Про обиду С научной точки зрения Итак Почему я могу Об этом говорить Это тем Кто Все-таки Наблюдает За какими-то Правилами Соблюдения Секретности 13 января 2020 года Я встретил Вот эту Информацию Ученые Впервые Засняли Редкий Феномен Священий Глаз Человека Я об этом Священии Узнал Ну Наверное В 1990 Году То есть За 30 лет До того Как опубликовали Что Ученые Впервые Сняли И я Встречался С этими Учеными Которые Вот это Священие Фотографировали Это Эффект Черенкова Так называемый Который Открыт был В 1934 Году Его очень Серьезно Изучали Он оказался Очень удивительным Этот эффект Потому что Это свечение В прозрачных Средах Превышает Скорость Света Скорость Света Больше Того Когда Я слышал Как его Обсуждают То в Конечном Итоге Большинство Из тех Кто О нем Рассуждал Пришли К мнению Что оно Вообще Не имеет Скорости То есть Оно Сразу Там Где ему Нужно И Где Нужно Человеку То есть Мысль Наша Не имеет Скорости И Она Проявляется В пространстве Ну Сейчас Это Называют Квантовой Физикой Квантовой Механикой И так Далее То есть На уровне Квантов Это все Происходит Но Это Свечение Еще Оказалось Одним Из Показателей Того Как Выделяется Из Живых Существ Эта Энергия И Ну Как Там Эффект Корлеана По-моему Называется Фотографии Делались Оно Присутствует У всего Живого На планете Как говорится Все Светится Все Выделяет Мы бы С духовной Точки Зрения Могли Сказать Что Вот Это Проявление Духа Святаго Потому Что Это Действительно Выделение Какой-то Энергии Ну По-разному Там Разные Терминологии У человека Общие Это Так Называем Аура Или В православии Это Дух У него Человека Имеется Большого Большого Сердца Большой Души Большого Духа Что значит Большого А вот Оказывается Можно Замерить Вот это Все Что такое Большое И Как оно На самом деле У человека Действует Так вот Вот Этот Эффект Черенкова Или Это Свечение Удивительным Образом Сконцентрировано В человеке И управляемо Человеком И оно Это Лаборатория Виноградской По-моему При МГУ Которая Действовала Когда-то Обнаружила Исходит Из Центра То есть Из Сердца Как бы Человека Исходит Из Центров Рук Ладоней И Исходит Из Глаз Исходит Из Глаз Причем Сказать Какой Мощности Это Свечение Которое Никак Практически Не Обнаруживается Электронными Какими-то Там Приборами И все Остальное То есть Оно Обнаруживается Совсем Другим Путем Ну Например Когда Нинель Кулакина Двигала Вот эти Как говорится Разные Предметы В том числе В вакууме Двигала Графин Воды И Это Действительно Было Движение Как раз Геннадий Николаевич Дульнев Был тот Ученый Который Всю Жизнь Ее Изучал И Все Это Фиксировал И Вот Это Связано Именно С этим Свечением С этой Энергии И с тем Что Человек Из себя Как говорится Может Выделить Что проявляется Вот этим Свечением Причем Тут Обида А Обида Оказалась Одна Из Форм Можно Так Сказать Этой Энергии Управляемой Энергии Которые Даже При Определенных Съемках Съемках Имеет Другой Цвет То есть Вот этот Голубой Цвет Который Это Свечение Черенкова Или эффект Черенкова Обозначает Он Не Однородный Он Имеет Разные Цвета Ну Опять же Можете Увидеть Или Все эти Рассказы Как Разный Ару Человека Объясняет Разные Его Состояния Разный Его Дух Вот У кого-то Это Красный У кого-то Аж Черный Говорят У кого-то Синий Фиолетовый Желтый Зеленый И Вот По этим Цветам Якобы Можно Разобраться Какого Человек На самом деле Состояния Добрый Человек Или Недобрый Человек При этом Разная Трактовка Разных Цветов В общем-то Встречается Но Когда Человек Обижен У него Особое Или Озлоблен У него Особый Цвет Вы Помните Что этот Эффект Действует На воду Сейчас Очень много Доказательств Того Как Вода Принимает Вот это Излучение В себя Когда Вы Наговариваете На нее Какие-то Плохие Фразы Хорошие Фразы Или еще Какие-то Говорите Она по-разному Замерзает Она по-разному Сохраняется Почему Святая вода Может сохраняться Целый год А Столько Любви В нее Вложено Она там И сохраняется Так вот Во время обида Человек Управляет Взглядом Своим взглядом Помните Как Научается Ребенок Обижаться Нет Он сначала Это видит У мамы Сам По себе По природе Человек Ребенок Не обидчивый Будьте Как дети Но Он увидит У мамы Или Ну Реже У папы Папа Обижается Все время Словами А не Действиями А вот Мамы Умеют Обижаться Именно Взглядами То есть Они Как-то Надуют Губы Ребенок Ребенок Я не про Мама Показать Не могу Но Я тоже Видимо Обижался Надул губы Глаза В пол Сморщил Значит Лоб Иногда Очень смешно Мы все время С детьми Играли Что Как вот Он только так Начнет делать А где В детском садике Или где-то Нашел Такой Ты говоришь Ну-ка Давай Еще Обидится Еще И смешно Становится Так на самом деле Это не смешно На самом деле Вот при этих Проявлениях В человеке Возникает Отрицательная Можно так сказать Эмоция Эмоции у нас Идут из души К ней Присоединяется Дух И вот Человек С этой Энергией С энергии Обиды Может нанести Другому Травму И он знает Об этом Для чего Женщины Обижаются Чаще всего Как раз Для того Чтобы Повлиять На Мужчину И я Сказал так Есть Естественная Обида Где действительно Он повел себя Неправильно И она Таким образом Проявила В себе Это Отношение К тому Как он себя Повел Но Очень Многие Втягиваются В Манипуляцию С помощью Этой Обиды И они Таким образом Вызывают В себе Естественно Отрицательные Чувства И этим Естественно Отрицательным Чувством Действует На мужчину Проявляя Невербальные Свои Вот такие Показатели Грубо говоря Они ему дают Показать Что я В обиде Смотри Я вот Брось Брось Насупила Губки Надула Если надо Я взгляну На тебя Обижена Я взгляну На тебя Обижена И вот этот Взгляд Он может Действительно Наносить Ущерб Его Боятся Мужчины Боятся Женщины Вот Мы его Еще знаем Что взгляд Этот Как С глаз Может действовать То есть Когда Он проникает В другого Человека Черные Глаза Говорят Да Там Цыганский Взгляд Это все Правда Действует Я изучал Цыганский Взгляд Даже Меня Научали Этому Взгляду Но он Меня Научить Сложно У меня Один Глаз Не Видит И Поэтому Тот Эффект Который Я Произвожу Когда Смотрю На Человек Он Совсем Не 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 Так Реагирует То есть Когда Я Отвожу Глаз Глаза Все Думают Что Я Стесняюсь Смущаюсь Там Или Еще Что Таким Каким То Образом Оценивает Меня И Могут Наседать 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 Ну Что Я Я Когда-то Операции Поправил Глаз Стало Получше Это В 40 Лет Наверное Я Сделал Операцию Но Тем Не Менее У Меня Осталась Эта Привычка Либо Смотреть В пол Когда Человек Разговаривает Ну Не Смотреть Как Говорится В глаза Но В спецслужбах Есть Это Особенность Ведь Они Это Включают Как В состав Обладения Человеком И Проникновением Взглядом В Взгляд Того Кто Напротив Тебя Сидит Они Обмениваются Информацией Они Естественно Считывают Эту Информацию Они Сначала Открытость Осуществляют Беседы А потом Взглянули И считали Как Говорится Поняли Все Что Там Происходит Так Вот Я Заканчиваю Про Обиду Бойте Собижаться Бойте Собижаться Потому Что Это Не Только В Вас Входит Вот Эта Информация Можно Так Сказать Которая Вы Принимаете Как Обида И Она Там Может Действительно Вот Эту Негативную Дух Иметь И Жить В Вас Вы Можете Выдуманную Информацию Обиды Посчитать И Она Будет Жить В Вас Как Вирус Как Как Будет Вы Сами Создали Вирус Внутри Себя Смотрите Давайте Я вам Прочитаю Что Святые Отцы Говорят Об Обиде Благодари Того Кто Обижает Тебя И Бога Будешь Иметь Другом То есть Если Поблагодарить То Обида Не Действует Благодарю Тебя Вот Вы Так Можете Защититься От Всяких Этих Черных Глаз Сглазов И так Далее Там Подобные Если Почувствовали Что Кто-то На вас Вот Так Взглянул И Так Вот Вам Пытается Передать Свою Негативную Энергию Так И Скажите Благодарю Благодарю Она Сразу Тает Эта Негативность И Бог Становится Другом Видите Как Это Нам Сказал Антоний Великий Как Скоро Обида Разжигает Твое Сердце Вспомни о Христе И его Язвах Рассуди Что Претерпеваемый Тобою Весьма Маловажно В сравнении С состраданиями Владыки И Тогда Как Водою Угасишь Свою Скорбь Еще Раз Повторяю Это Для Того Кто Обижает Кто Обижается И На кого Направлена Обида Надо Принять Вот Такие Поучения Потому Что Каждый Раз Двое Страдают Обязательно И Тот Кто Обиделся И Пытается Показать Что Я Обиделся На Тебя И Тот Кто Должен Принять Эту Манипуляцию На Себя Тоже Страдает От Этого Прежде При Гвождении Ко Кресту Иисус Набиение Это Служит Нам Наставлением Что Мы Должны Равнодушно Переносить От людей Всякое Оскорбление И Обиду Это Авва Исая Скидский Давайте Батюшка Серафима Саровского Прочитаем За Обиду Которая Бы Не Нанесена Была Не Только Не Должен Мстить Но Напротив Того Должна Еще Прощать От Сердца Хотя Б Оно И Против Велос Этому И Склонив Его Убеждением Слово Божие А если Не будете Прощать Людям Согрешение Их То И Отец Ваш Не Простит Вам Согрешение Ваших И Еще Молитесь За Обижающих Вас Матфея 5 44 Батюш Батюш Серафим Сказал Ну Много Вы Можете Найти Духовные Отцы Об этом Много Говорили Потому Что Действительно В этом Видят Большой Негатив И Большое Значит Это В чем Еще Особенности Нашего Вот Этого Внутреннего Можно Так Сказать Или Духовного Взгляда Который Фотографируется Учеными В том Что Он Проникает Всюду Через Стены Через Пространство Через Время Проникает Всюду Вы можете Обидеть Умершего Человека Своими Обидами То есть Когда Почему И говорят Об умершем Либо хорошо Либо плохо Либо хорошо Либо ничего Нельзя Об умершем Потому Что Вы таким Образом Проникаете В его Прошлое И Оцениваете Его Прошлое Неправильным Образом И Это Ложится Опять же Как обида Вот Вы обиделись Зачем Вы о нем Будете говорить Плохо Вы обиделись Чего-то там На того Кто умер Вот Это та же Самая Обида То есть Обида Это Выделение Энергии Одного Человека На другого Отрицательной Энергии И Эта Энергия Одновременно Вредит И тому Кто Приготовил Этот Яд То есть Вы Внутри Себя Яд Приготовили И Выбросили Его Как Змея На Того Кого Хотели Обидеть Того Яд Став То есть Яд Внутри Яд Внутри Счастье Нет Тного Ну а с научной точки зрения я вам объяснил, как это очень серьезно влияет на людей и как этим можно пользоваться на самом деле. На самом деле, когда откроются все те, на мой взгляд, открытия, которые я слышал во время участия в деятельности Союза инженерных обществ, мне кажется, Россия будет процветать, расцветет. Но я-то знаю, что вот это используется сейчас в очень серьезных делах и мероприятиях, и есть люди обучаемые использовать это, и слава Богу, и дай Бог, чтобы это развивалось только в правильном направлении. Поэтому здоровья вам всем, радости, исключите обиды из своей жизни, и жизнь у вас будет светлая. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok